Только что был интересный вопрос, мне задан позвонил товарищ и говорит, вот Александр Иванович, а как ты считаешь, нужно ли ходить тренеру на бесплатные всевозможные семинары по спортивному коучингу, по спортивной психологии? И я ему ответил следующим образом, я говорю, понимаешь, когда у тебя болит зуб, ты же не ходишь на семинары бесплатные, как лечить зубы к стоматологам, ты сразу идешь к кому? К специалисту, чтобы он тебе быстро вылечил то, что у тебя болит. Точно так же относительно ходить по бесплатным, повторяю еще раз, семинарам всевозможным, мастер-классам, онлайн каким-то еще. То есть вы что хотите, получить результат хороший от своего спортсмена или вы хотите стать хорошим спортивным коучером, либо хорошим спортивным психологом, чтобы им стать, это нужно как минимум лет 10-15 работы непосредственно в сборных командах со спортсменами. Это серьезный труд, это точно так же, как стать хорошим спортсменом, олимпийцем. Никто не станет за один месяц или за год тренировок олимпийским чемпионом. Поэтому вы же тоже думаете, поэтому кот Васька пришел ко мне, вы же тоже думаете об этом, что как вы можете стать специалистом. И еще, у меня был один очень хороший врач, он мне сказал следующее. Я ему как-то говорю, можно найти какие-то рецепты, как-то лечиться от того заболевания. Он говорит, Александр Иванович, ты конечно можешь лечиться по интернету, если не боишься умереть от ошибки. Понимаете, да? Поэтому что вы там поймете на этих семинарах? Какой процент у вас останется в голове? Это одному только Богу известно. Я еще и не говорю о таких вещах, как бессознательные процессы. То есть, чтобы вы понимали, человек только осознает на 0,1%. То есть в его голове находится информация, которую он там слышал, читал, смотрел за всю его жизнь прожитую. И вот от того, что он там прожил, какая у него там информация, допустим 100%, он может только осознать, вспомнить, как-то применить осознанно только на 0,1%. А все остальное это на 99,9%. Это бессознательные процессы. Поэтому спортсмен часто говорит, я хочу стать Олимпиадским чемпионом, я хочу выиграть чемпионат мира. Но это на сознательном уровне. А на бессознательном уровне он хочет, может получить признание кого-то, чтобы родители его не ругали, чтобы еще что-то, там куча всяких, это все индивидуально. Дальше. А психологическая коррекция. А вдруг его там кто-то в детстве обидел, и он пошел, вот как я занимался боксом, потому что меня ударил в школе мальчишка, я, а перед кем ударил, перед девчонками, я начал заниматься сначала самбо ходил, потом там пошел на бокс, потом на рукопашку, потом на живой бой, пока не занялся психологией. А когда я занялся психологией и вспомнил причину, почему я начал этим заниматься, я перестал заниматься спортом. Вот так вот. Поэтому эти мотивы, они очень глубинные. И просто так вот, сходив и послушав, нет, конечно хорошо, идите, слушайте, вот элементарные вещи, их надо знать. Вот там, что нужно со спортсменом разговаривать, да, вот это очень важно знать, что нужно спортсмена не материть, да, и не орать на него. Это тоже важно знать. Элементарные вещи начните соблюдать. Я вам еще одну сейчас историю расскажу. У меня знакомый приехал из Америки, его пригласили здесь как бизнес-тренера в одной из компаний. Он говорит, я прилетаю, прихожу и стою, ну, пришел в компанию, вот стою, у меня никто не выходит, никто ничего, я день простоял, так, ничего, никто, я на следующий день пришел, думаю, уже интересно. Постоял, говорит, до обеда, потом начал звонить там, интересоваться. Выбегает человек, ой, извините, мы там забыли, ну, хорошо. Все, запустили его туда, он там сидит, какие-то проводит встречи, еще, еще. Вот он там поработал, я уж не помню, может, неделю или сколько-то. Ему в конце этой недели пригласившая сторона говорит, вы знаете, у нас такие изменения, у нас такие изменения, у нас вот это вот пошло, это вот улучшилось, это стало хорошо. Он их выслушал и говорит, ребята, знаете, почему у вас изменения? Они лишь только потому, что вы стеснялись меня. Обычно вы сидите и орете друг на друга, и затыкаете другу рты, и не даете другу сказать что-то, а вы меня стеснялись, и вы слушали друг друга, и поэтому у вас стали результаты. Поэтому тренер, который хочет колоссальных результатов, элементарное, прекратите орать на спортсмена, это первое. Второе, начните его слушать. Вот если вы это начнете, эти две вещи делать, у вас будут колоссальные изменения. Я не говорю уже о каких-то там бессознательных процессах, о каких-то приборах, при помощи которых можно диагностировать спортсмена, находить его скрытые личностные ресурсы, находить причины его страхов, там, еще и еще, предсказывать его результативность на соревнованиях, от кого он проиграет, какими-то приемами и так далее и подобное. То есть, это уже, наверное, высшая математика. Но вот поймите, что психология, это не просто сел и поговорил. Сейчас это достаточно серьезная технология, которая, вот лично я использую прибор, прибор, который измеряет нейроактивность. И по нему я могу там многие очень вещи сказать. В частности, карта личностного ресурса спортсмена. Поэтому, ну что я могу ответить? Ходите, слушайте, набирайтесь опыта. И когда-нибудь вы поймете, что, а может быть лучше обратиться к профессионалу, который придет и сделает то, что вы хотите. Все вам наилучше.